всем привет subaru legacy кузов bl5 2004 года и мне назрела необходимость снять панель приборов панель приборов для того чтобы так сказать проверить лампочку которая указывает нам на неисправность работы системы впрыска то есть вот видите она должна здесь вот загореться она не горит загорелся аккумулятор загорелся bs протестировала все а чек энш не горит поэтому необходимо снять саму саму вот эту панель здесь я вижу один болт крепления сразу скажу ни разу не снимал я ее в жизни по аналогии с другими автомобилями другие здесь по два болтика по три болтика в наших десятках 4 болтика сверху так здесь вот дальше не знаю что делать наверно надо как-то еще подковыривать так уже кто-то ковырял папа вот так вот смотрите легко легко она высвободилась и вся панель я смотрю идет вот вытащить ее какая-то трудность так панель просто так не идет нам нужно попробовать опустить руль я руль пробовал опустить у меня что-то нифига не получилось сейчас еще раз попробую задвижка и защелка которая держит руль вот я опустил попробую попробую надавить папа вот он руль опустился думаю сейчас панель это должна пойти правую сторону завожу 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 и пытаясь вытащить какая фишка то есть можно посмотреть топлива баки не включая ключи то есть вот они ответь ключи вот они интересная фишка и через некоторое время она выключается да вытащить вместе с проводами не удалось поэтому поэтому пытаюсь вытащить без проводов то есть сначала отключить провода два разъема здесь сзади зеленых и попробую их вытащить вытащить одной рукой будет неудобно сейчас камеру выключу это рукой по придержу а левой постараюсь выключить там уже кто-то намотал как бы своих скруток не все однозначно саморезик лежит все-таки охота заснять видите разъем сломанный как нажимать непонятно снизу иначе ничего не нажимается попробуем так тащить он ведь сейчас разъем такие вот пироги следующий разъем следующий вроде бы целый это пипка которая нажимать сверху когда хорошо нажимается так она и вылезла так вытаскиваем саму панель то есть надо вот эту верхнюю часть завести за руль и вот когда она пошла посмотрим панель в руках такой вид открывается смотрю это провода сигнализации скорее всего здесь пока ничего не видно то есть лампочка это перегорела или провод перегорел надо снимать верхнюю часть ну моя задача сейчас была показать как вытащить эту панель видите уже неоднократно снимали ковыряли долбили вот такие дела панель приборов не панель как доска приборов субарика снята теперь нам нужно открыть заднюю крышку панель 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 Опачки. Все, сняли. Лампочек я здесь не вижу. Скорее всего они светодиодные. Продолжаем разбирать. Здесь уже кто-то один болтик открутил. Вернее саморезик, а не болтик. Тоже видите защелки 1, 2, 3 и с этой стороны 3. Аккуратненько, аккуратненько, чтобы не повредить саму панель. С одной стороны снята, с другой. Вот она, сама панель. Так, здесь мы смотрим. Получается у нас, вот она, аккумулятор. Вот этот вот аккумулятор, а вот это чек. Вот этот чек, видите, заткнутый, чтобы не светился. Вот так избавляется от чека. Мало того, его заткнули и он там от нагрева подплавился. Подплавился и хорошо причем. То есть горит. И скорее всего он, наверное, сгоревший. Все, выдернул я. Видите, вот с этого места выдернул. Теперь мне надо все назад собрать и посмотреть, будет работать чек или не будет. Кстати, заткнута вот еще одна. Это у нас что? Это у нас аэрбек. То есть, отключили чек и отключили аэрбек. Это перед продажей, естественно. Все было сделано. Вот он чек, аэрбек. Вот видите, чек я уже выдернул. Аэрбек, то есть подушка безопасности. Так и продолжает быть заткнутая. Ну что, простое русское решение. Взяли, заткнули, чтобы не светилось и продали машину. Да уж. Собираем в обратной последовательности. Собираем в обратной последовательности. Все. Устанавливаем на место. Установку производим в обратном порядке. Самое сложное сейчас ее вот из-за этого козырька. Вот из-за этого. Кстати, засовывается нормально. Теперь надо на место поставить разъемы. Вот эти зелененькие. Все. И можно ставить на место. Разъемы на месте. Даже панель уже заработала. Видите, показывает, что дверь открыта. Что мне нравится, крепится на один саморез всего. Так, смотрим. После того, как вытащили заглушки. Ну вот. Заработала у нас, смотрите, чек. Заработал аэрбек. Чек, естественно, не гаснет. Значит, здесь какая-то ошибка. И причем хорошая ошибка. Все. Надо диагностировать теперь. Если в следующей серии.